Итоги конкурса «Чистый дом, красивый город» подвели в Хостинском районе, который стал самым благоустроенным по результатам прошлого года. Переходящий кубок хостинцы планируют оставить у себя. Для этого местный актив целый год работал сообща с администрацией. Здесь не просто озеленяли дворы и ремонтировали подъезды, а благоустраивали целые микрорайоны. Сегодня покажем презентации, покажем номинации. Вы посмотрите, мы-то были на территориях, чтобы понимали, каждый здесь присутствующий. Выезжали мы комиссионно, были в каждом дворе улицы, территории, которые здесь на презентациях уже красиво оформлены, предложены. Только теперь, чтобы вы увидели, что хорошего за год сделано в Хостинском районе вашими руками и нашими усилиями. И хотели, конечно, сказать за это вам большое спасибо. Среди награжденных и домкомы, и тосовцы, и управляющие компании. Самых активных и небезразличных к внешнему виду города определили в каждой из 12 номинаций. Буквально за два месяца осенних мы посадили 160 роз. Есть, так сказать, плоды нашего труда. Вот эвкалипты мы сажали два года назад. Сейчас эвкалипты уже под три метра. То есть ситуация такая, сказать, в микрорайонах наших складывается в лучшую сторону. То есть люди стали, на самом деле, ответственно относиться к своим обязанностям. То есть люди стали следить и за санитарным состоянием. Глава города лет 10 назад все призывал, так сказать, наших людей. И, как бы, ну, призывал, как бы, изменить менталитет. Менталитет сочных соотношений, да, и к имуществу, и к придомым территориям. И я хочу сказать и заметить, что на самом деле сдвиги есть. Сдвиги есть в положительную сторону. Построили у нас сквер прекраснейший, красивейший на Бытхе. Сейчас вот на Мацесте строится сквер. На Фабрицовсе построили. То есть люди уже стали осознавать, что это ихний, что надо это беречь и относиться со всей, так сказать, ответственностью. Большое внимание общественники уделяли и своим домам, так называемым входным группам. Многим помогали управляющие компании, как, например, в многоэтажке на Пятигорской. Сегодня подъезд у нас практически ремонт законченный. Жители довольны. То есть конструктивный диалог получился между всеми действующими лицами. Считаю, что конкурс – это интересная практикующая составляющая для всех. Сближение так как и управляющих компаний, так и жильцов. Потому что интересы, цели одинаковые. Привести дом в соответствие, привести в надлежащий вид, чтобы было красивее, чище. Актив района собрали и в Лазаревке. Здесь, наряду с домкомами и управляющими компаниями, отметили глав сельских округов и председатели сельских комитетов. Участие в конкурсе по благоустройству территории Сочи приняли и в самых отдаленных уголках курорта. Сегодня вы увидите вот те результаты, которые прошли или мы получили в течение вот этого года. Потому что с каждым годом появляются у нас новые места, благоустроенные. Мы не останавливаемся на достигнутом. Я, конечно, призываю сегодня всех вас уже начинать готовиться к нашему районному этапу, который будет в 2019 году. Продумайте, все номинации практически не меняются. Продумайте, что можно сделать в своем дворике. Что можно сделать во дворе многоэтажного дома. Что можно сделать просто на улице, на которой мы живем, чтобы она была привлекательной. В первую очередь для наших жителей, для нас мы там живем, ну и, конечно же, для наших гостей. В этом году в Лазаревском районе обновились десятки дворовых улиц. Работы продолжаются и сегодня. Буквально накануне, рассказывают жители домов на улице Павлова, эта дорога была в ямах и колдобинах. Уже сегодня она полностью заасфальтирована. Можно только полюбоваться тем результатом, который буквально за полдня был совершен. Было совершено чудо. Дорога хорошая, ровная, гладкая. Много благодарностей от жильцов нашего дома, соседних домов. Отремонтирован также водосток, который был слегка разрушен, расчищен. И теперь вода свободно уходит с нашего участка. И заасфальтирован участок возле мусорных контейнеров. Участников такой инициативы городских властей с достижениями поздравят и на подведение общегородского конкурса. Благодарности сочинцам лично вручит глава курорта в День города. Татьяна Говоркова, Инга Габешия, Владимир Киселев, Арак Таян, телекомпания ФКТ.